Субтитры делал DimaTorzok Все-таки, хоть мы идем параллельными дорогами с наукой, но я цитирую вас, что оказывается Уральский университет в лице Александра Юрьевича занимается не только яблоками, но и персиками, и абрикосами, и совсем. И ваши слова, что да, виноградом, ваши слова, что у него уже после пересева уже свои есть. Теперь он уже сеет свои. Теперь свои. Вот это мне, получается, началось это с моих косточек. И я вынужден сказать, я вот специально, не готовил специально, у меня есть это в других, есть фотографии, да, и есть в фильмах. Значит, под жерделью самосев, так, три года не проданы ни одна. Под манджурским абрикосом самосев не проданы ни одного. А все началось с Ваулина. Вот. А очередная моя публикация в газете односибирской. И вдруг письмо. Я заказываю привитые, там, королевские, там, ну, мой стандартный набор, Серафим, Амур, я как сейчас помню. И то ли 20, то ли 40 непривитых. А я ему подсунул самосев. Почему? У меня были рассажены, я мог продать ему эти. Вот. Я с его согласия, с его разрешения, выслал ему маленький размером карандашик. Самосев. Тенеем. Я с тех пор, до сих пор считаю, что это самый ценный материал. Как выслал ему. Прошло 10-12 лет. Пишет, все живы-здоровы, все сладкие. Ладно. Спасибо ему за такой отзыв. Теперь у меня снова народ самосев. Раз 10 говорил на лимбинаре. Раз 5 в фильмах. Вот. И вот вся наша аудитория, и ни один, ни одного не купил. Вот. Сейчас сделаю, чуть позже сделаю объявление насчет персиков. Дело в том, что впереди будет тема персиков. Вот. В общем, Александр Юрьевич, спасибо для меня, то, что вы у меня в свое время купили и вырастили мои сортообразцы, потому что манджурский барикос одно, а они же все гибридные косики к вам попали, вернее, с сенцы попали. Вот. Меня это единственный пример, поэтому я горжусь тем, что вы меня знаете, и уже все-таки хоть немножко раздвинулись границы возможного. Дело в том, что ниже, я вас познакомлю еще. Олег Кольцевич, ой, там, опять там, Алтайский край, опять персики продают, черешню продают, абрикосы. Ни одного персика, черешня я знаю, у них нет, а продают. Вот. Поэтому еще раз, друзья, сейчас упала цена на саженцы в этих самых же, очень сильно упала на саженцы и в интернет-магазинах. Что такое магазин, вы знаете. Выкопали с питомника. Это один случай из 50, 49 случаев это привозные из Польши, Крыма, Молдавии, Сербии. Так, вот. И все до единого погибнут, но прежде всего их еще помучивает магазины. На них цена упала. Здесь, наверное, и моя вина есть. Наверное, мне уже такие письма пришли. Ну, например, так. Я звоню в магазин и уже не собираюсь человек покупать, а просто поприкалываться. Вот. Пришлите фотографию Мадочного сада. Ну, а дальше, как песня, вот идет тишина. Вот. И все. Так вот я эту фотографию вставил. Вот так вот. Или вот так питомник принимает гостей. И вот. Или никак. Цена упала до 300-400. За роскошные фотографии. Я покажу. Роскошные персики. Цена упала. Вот. Ну. Ну, можно сэкономить, купить за 300-400 рублей и сразу выкинуть. Вот. Вот это настоящий питомник, который на морозе.